Фестиваль «Рэпсэйшн» состоялся в Комсомольске. 15 участников, среди которых были школьники, взрослые комсомольчане и даже иностранцы, представили зрителям свое творчество. Не батл, а дружеская встреча. Таким стал фестиваль «Рэпсэйшн». По словам организатора Дениса Афаноничкина, он же нигде. Такие фестивали создаются, чтобы популяризировать в городе хип-хоп-культуру. Они перенастраивают молодежь с упаднических настроений на творчество. Молодежь вовсе не против. Один из учеников нигде киндер. Сам пишет, сам читает, сам покоряет публику своей смелостью. Со временем танцпол заняли и корифеи рэп-культуры. Многие помнят еще первый хип-хоп-фестиваль во Дворце Кристалл, когда зрителей было больше тысячи человек. Кто-то скажет, что это хобби. Но для меня это смысл жизни. Я ради этого живу. Для меня это, не побоюсь этого слова, вероисповедание. То есть, да, я свою жизнь рассматриваю через призму хип-хопа. Этому сейшену можно было смело присваивать статус международного. Свой материал продемонстрировали студенты к Нагу, которые приехали на учебу из республики Конго. Будущие архитекторы и инженеры не остались в стороне и показали, как читают рэп в Африке. «Наманайо» – это трек был на африканском, на нингале. И там он такой, как бы, проафриканскую насыщенную жизнь. В целом, да. Сами гости признаются, что рэп – это то, что дает силы жить. Мне очень нравится рэп, потому что, когда я слушаю текст, я очень рад. Сила этого фестиваля была действительно в радости. Никакой агрессии, злости или соперничества. Только дружелюбие, творчество и свобода слова. Ульяна Боровинская, Олег Фролов. Для выпуска новостей. Субтитры создавал DimaTorzok